Привет, я Сидрот. Добро пожаловаться в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Моя гостья верит в Мессию. Она даже имела личную встречу с Иисусом на небесах. Но однажды она, вместе со многими другими христианами, оказалась в аду. И теперь она в курсе тайных замыслов ада. Сегодня вы узнаете то, что ад намеренно скрывал от вас все это время. Это главный секрет ада. И сегодня он будет раскрыт. Мы сделаем это во имя Иисуса. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Лори, ты сидишь передо мной такая счастливая, но в 2000 году ты была на самом дне. Расскажи нам об этом. Я была в депрессии, планировала покончить с собой. Жизнь не имела смысла, я была изранена, чувствовала себя отвергнутой всеми. Я не знала, как мне с этим справиться. Единственным приемлемым решением было найти способ покончить с этой болью. В этот момент тебе пришла по почте брошюра конференции в другом штате, в церкви «I Hope». Как она вообще попала в твой ящик? Я буквально ухватилась за эту брошюру. Как будто что-то манило меня туда. Думаю, прежде чем разослать брошюры, они помолились. Я знала, что должна там быть, и это изменило мою жизнь. Итак, ты приехала, за тебя помолились, и что же было дальше? Когда я там оказалась, я не знала, чего ожидать. Люди поклонялись Богу, кто как мог. Я услышала голос Божий, Он спросил меня, что ты хочешь. Я спросила, говорение на языках реально? И я заговорила на языках. Мне понравилось молиться на языках. И ты заговорила сразу? Во время молитвы. За тебя кто-то молился? Нет, я просто задала Богу вопрос, реальны ли языки. Но ты получила нечто большее, чем говорение на языках. Да. Расскажи. Когда я вернулась в зал молитвы, после того, как отлучилась ненадолго, я хотела попросить Бога еще о трех вещах, которые были в моем списке. Я хотела деревянный домик на озере Сепериор, полноприводной грузовик и настоящий мир в сердце. Я подумала, что если третье желание уже использовано, то не стану просить о мире. Может, кому-то другому он нужнее. И в тот самый момент пришел Иисус и забрал меня на небеса. Это было потрясающе. Я протестую. Ну, что это такое? Я ни разу не был на небе. Тогда, как почти все мои гости, были там. Итак, ты оказалась на небе. Продолжай. Да, я сразу поняла, что передо мною стоял Иисус Христос, весь залитый светом. Он хотел, чтобы я могла увидеть Его таким, какой Он есть на самом деле. Его сияние становилось еще более ярким. Мне пришлось закрыть глаза. Так же, как мы закрываем, когда ярко светит солнце. А затем Иисус уменьшил уровень своего сияния, чтобы мы могли спокойно смотреть друг на друга. Мы можем видеть Его лишь настолько, насколько мы любим Его и послушны Ему. Ты видела, как Иисус с кем-то танцевал. Расскажи об этом. Да, я заглядывала внутрь Иисуса. Он хотел, чтобы я Ему что-то отдала. Я очень хотела отдать Ему свою боль, только я не знала, как, поэтому я повторяла. Нет, люди говорят, нельзя говорить Иисусу нет. Но мы делаем это постоянно. Он был так терпелив. Мне трудно объяснить, что это было, но я как бы могла внутри Него увидеть фильм. В этом фильме Иисус танцевал с прекрасной невестой. Это был особенный танец, и когда Он поворачивался лицом, я видела огонь в Его глазах. Его глаза горели любовью к Его возлюбленной невесте. Тьма пыталась подобраться, чтобы коснуться ее платья, и в этот момент Его глаза загорелись огнем. Никто не может шутить с Его невестой. Когда она делала поворот во время танца, у меня защемило в груди. Никто и никогда меня так не любил. Я понимала, имей я такую любовь, это принесло бы в мою жизнь всю полноту, если бы меня кто-то так любил. Не просто кто-то, но сам Бог. Ты с завистью смотрела, как Он любит ее. А это ведь была ты. Да, это была я. Он хотел, чтобы ты что-то отпустила. Так? Да, Он просил, чтобы я кое-что отпустила. И наступил момент, когда я почувствовала, что могу доверять этому человеку. И тогда я отдала свою боль Иисусу. Он приложил свой лог к моему лбу. Я спросила его, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Он сказал, иди и расскажи обо мне другим. И когда я вышла из этого видения, я была полностью свободна. Я выкуривала три с половиной пачки сигарет в день. Мне больше не понадобились антидепрессанты. Он полностью изменил мою сущность. В 2008 году Бог забрал тебя в ад. Грустно то, что там Лори увидела кого-то из своих родных, а также она узнала там многих христиан. Я знаю, в это трудно поверить, но вы все поймете, когда мы вернемся в студию. Уверен, вы все поймете после паузы. Это сверхъестественно. Итак, ты молишься на конференции в Международном доме молитвы I Hope на дворе 2008 год. Ты стоишь и молишься во всем. И вдруг, когда ты поняла, что находишься в аду, я хочу понять, как это вообще произошло? Шло евангелизационное служение. Я сидела сзади и молилась с закрытыми глазами, и вдруг в зале стало невероятно жарко. Я открыла глаза, и передо мной открылась следующая картина. Передняя часть зала открылась как дверь, и сразу за дверью был ад. С двери показалась рука без пальцев. Эта рука дотянулась до меня и затянула меня внутрь. За мной захлопнулись тяжелые двери. Услышав стук дверей, я сразу поняла, где нахожусь. Я услышала три вещи. Ты находишься в аду на всю вечность за непрощение. И я испытала самое глубокое сожаление, какое только можно себе представить. Я точно знала, что из этого места, из ада, выхода нет. Расскажи мне, да и всем нашим зрителям, что ты там увидела, что ты увидела в аду. Во-первых, меня никогда нельзя будет обвинить в том, что я в своем рассказе что-то преувеличила. Его невозможно преувеличить, а почему? От хуже, чем могут описать слова. Когда я там оказалась, было так жарко, что моя кожа словно начала с меня сползать. Я слышала повсюду ужасные крики людей. От этого крика у меня порвались перепонки. Было очень больно. Я знала, что это будет продолжаться вечно. Оттуда не было выхода. Мои кости, мое тело были скручены. Меня выкручивало. Я даже почувствовала. Я реально почувствовала, что у меня сломана моя спина. Ты ощущала боль? Мучительную боль. И не было ни капли облегчения. Не было ни капли воды, ни капли света. Нельзя было поделиться своей болью с другим человеком. Ты сам становишься грехом, становишься грязью. Ты теряешь облик человека. Я создана по образу Бога, но там все изменилось. Это было ужасно. Это страшно. Я бы никогда не хотела туда вернуться. Представьте только, жить там, где нет Бога. Ты больше никогда не сможешь поцеловать лицо внучки. Не сможешь поругаться с мужем. Не то, что это было круто, но ты уже никогда... Ты никогда не сможешь сказать, прости. Такое простое слово, прости. Ты ничего не сможешь исправить. Была одна сплошная боль. Она нарастала. И становилась все сильнее и сильнее. И этому не было конца. Все дело в том, что просвета впереди не было. В аду, так же, как на небесах, я могла вполне ясно мыслить. Я прекрасно знала Матфея 18 главу. Я знала все места Писания, которые знала на земле. Я прочла всю Библию. Поэтому каждое место Писания, которое я когда-либо читала, стало теперь таким понятным. Я понимала что-то, что в аду справедливо. Я стала ненавистью. Я ненавидела и продолжала ненавидеть. И там были люди, такие же, как я. Они верили, что Иисус Господь Бог. Но они отказывались Его слушаться. Они твердили, мы любим тебя, мы любим тебя. Но Писание учит, если любите меня, то будете мне послушны. А я так и не захотела простить. Было ужасно осознавать, что в небесах Иисус был так терпелив ко мне. Он хотел простить мне абсолютно все. А я не смогла простить какие-то нелепые обиды. Да, на земле казалось, что эти обиды сокрушили меня. Но в сравнении с тем, что Иисус простил меня, это все ерунда. Как ты выбралась из ада? Так же быстро, как я туда попала, двери открылись, и какая-то сила вытащила меня оттуда. Когда я снова оказалась в зале, я начала громко кричать. Мой друг, который вел служение, подошел ко мне, потому что я всех отвлекала. И он начал трясти меня, чтобы я пришла в себя. В церкви I Hope? Да, мой друг-служитель подошел ко мне и начал трясти и спрашивать, что случилось, что с тобой? И я сказала, я была в аду. И в тот момент все изменилось. Моя встреча с Иисусом на небесах изменила мою жизнь. Но то, как сильно я изменилась после того, как побывала в аду, не идет ни в какое сравнение. По возвращении в студию, я попрошу Лори поделиться самой большой ложью, в которую поверили христиане, и которая не позволит им попасть на небеса. Вы узнаете об этом. Это сверхъестественно. Разумеется, она пережила потрясение. Даже сейчас. Рассказывая об этом, она не может сдержать своих слез. Как Иисус объяснил тебе причину, по которой Он решил показать тебе ад и все его мучения. Как? Когда Господь заговорил со мной, это, наконец, исцелило мое сердце. Он сказал, я показал тебе ад, потому что я люблю тебя. Если бы Бог не показал мне это, если бы я умерла, так и не увидев этого, я знаю, я оказалась бы в аду. Он любит меня. И в этот момент мне нужно было это пережить. На какую, по твоему мнению, самую большую ложь у дьявола многие христиане по всему миру купились? Думаю, спасен однажды, спасен навсегда. Мне встречались люди, которые так верят. И я считаю, что это тактика ада. Это самая большая ложь, потому что за ней стоит идея о том, что сегодня я отдам всю свою жизнь Иисусу, Он омоет мне все мои прошлые грехи, и вне зависимости от того, как я буду жить дальше, я могу рассчитывать. Это новое откровение благодати, не соответствующее Библии. Да. Что ты можешь сказать о распространенном грехе христиан, который я видел и в котором участвовал? Это сплетни. Это огорчает Иисуса и должно огорчать нас. Что скрывается за сплетнями? Для чего мы это делаем? Мы будем продолжать это делать, пока не получим исцеления от этого. Нужно идти к Иисусу, чтобы осознать, кто мы в Нем. Также, когда мы сплетничаем, мы убиваем репутацию этого человека. Это очень серьезно. Я заключила со своим языком завет перед Духом Святым, потому что я грешила, прежде всего, своим языком. Кто-то скажет, а неужели это так важно? Разумеется, важно все. Все очень важно. О нас ведется запись. Перед тем, как ложиться спать, ты кое-что делаешь. Поведай нам об этом. Да, прежде чем лечь спать, я разговариваю с Иисусом. Я говорю Ему, что я люблю Его и спрашиваю Его, как я тебе сегодня? Иногда Он говорит, «Лори, ты была не права, тебе нужно это исправить». Иногда Он говорит, «Ты поступила некрасиво, я не хочу, чтобы это повторилось». Он учит меня, потому что есть разница между незрелостью и бунтом. Когда я в бунте, Он хочет, чтобы я это исправила. Если я проявила незрелость, Он чему-то новому учит меня. Можешь ли ты, ну или я, иметь уверенность в своем спасении? Да, конечно. Кровь Иисуса спасает нас, разумеется, восклицательный знак. И как рожденные свыше верующие, мы послушны Иисусу. Вы послушны? Я всегда в своей жизни старался каяться. Я много каялся, очень много. Я увидел, что если я каюсь сразу же, а не потом, то мне легче избавиться от греха, ведь Он еще меня не инфицировал. Да, верно. Говоря о покаянии, я выделяю четыре пункта. Сначала нам нужно согласиться с Богом, что то, что мы делаем, — грех. Во-вторых, иметь благочестивую скорбь. То есть не просто сожалеть о сделанном грехе. Если вы сожалеете, это повторится. Но если вы ощутили Божью печаль, вы скорбите. В-третьих, нужно исповедовать свой грех друг перед другом. Библия обещает, что это нас исцелит. И в-четвертых, вы находите для себя замену этому греху, чтобы этого больше не повторилось. Я помогаю людям, которых я обучаю понять, что нужно изменить в жизни, чтобы этот грех не повторялся. Для некоторых людей в четвертый пункт входит сразу несколько вещей. Бог очень сильно нас любит, но покаяние — это единственная жертва, которую Он примет за грехи. Поведи нас в молитве, молитве покаяния. О, Иисус, я люблю Тебя. Я люблю Тебя, Отец. Люблю Тебя, Дух Святой. Спасибо, что Ты пришел, чтобы заплатить конечную цену. Ты говоришь, что мы того стоим. О, Иисус, Ты достоин, достоин, достоин. И мы приходим к Тебе и просим, сделай нас святыми. Дай нам жажду и желание святости. Господь, приди и обличи нас в грехе. Мы хотим быть свободны. Освободи нас от путей дьявольских. Боже, если мы попались на удочку ада, Ты нас освободи из этого капкана. Всякий грех, который я совершила, я должна принести к Тебе. Я должна покаяться, и Ты осветишь меня. И в этой святости придет больше Твоего присутствия. Я хочу успокоиться в полной уверенности. Ты сказал, будьте святы, как и Отец ваш свят. Мы этого желаем, мы этого хотим. Одень нас в свою святость, Божий. Сделай нас полностью Твоими. Мы не хотим что-то прятать от Тебя. Каждая наша часть, где сейчас тьма, высияй там светом своим. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Иисус. И во имя Твое мы верим, что Ты меняешь нас. Если Вы имеете что-то против другого человека, это не просто эмоция, это Ваш выбор. Это не процесс, это выбор. Буду я следовать за Богом или нет? Да или нет? Вам нужно отпустить этого человека. Скажите, «Мое непрощение не стоит того, чтобы идти в ад». И послушайте, «Прощение» не значит, что Вы снова доверяете человеку, который принес Вам огорчение. Этот человек должен заслужить Ваше доверие, если хочет. Но это означает, я не стану притрагиваться к этой раковой опухоли. А я ведь не хочу, чтобы хоть что-то отделяло от меня, от моего любимого Господа, и поэтому я говорю Ему об этом открыто и исповедую своими устами. Аминь. Программа закончится, но перед Вами будет стоять выбор простить тех, кто прощения не заслуживает или нет. Потому что Иисус сказал о Своем возвращении нечто очень важное, а что именно? Недавно Он сказал мне, «Я вернусь намного раньше, чем тебе кажется». Вы слышали? Он вернется раньше, чем нам кажется. Не медлите. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и Ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Недавно я видел сон, в котором мне была показана история Соединенных Штатов не с человеческой точки зрения, а с перспективы небес. Я верю, что вся моя жизнь была подготовкой к тому, чтобы я смог рассказать этот сон. И теперь у меня есть доступ к этому новому откровению. Не пропустите следующую программу, это «Сверхъестественно» с Сидом Ротом. Меня зовут Рик Джойнер, и мы будем говорить с вами об этом потрясающем откровении. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать, одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни, я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу, а не думали сами. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это ISN это записи наших программ доступные 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. сверхъестественному.